Приветствую вас, друзья, на канале Криптокоммонс и в сегодняшнем выпуске Ньюсблок Крипто. Вероятно, что Пекин начинает втихую поддерживать криптопроекты. Уверенность – залог успеха. Грейскейл считает, что вероятность победы в суде против СЕК у нее очень высока. Блэк Рок выпускает коллекцию ETF с тематикой метавселенной. Евросоюз хочет ускорить регулирование банковского криптокапитала. Очередной жертвой FTX пал криптохедж-фонд Galois. Совет по финансовой стабильности считает, что большинство стейблкоинов не будут отвечать стандартам регулирования криптоактивов. И в завершении выпуска интересное наблюдение по рынку от аналитика Олеси Орастани. Оставайтесь с нами. Похоже, что Пекин втихую поддерживает криптоамбиции Гонконга. Близкие к ситуации источники сообщили, что официальные лица материкового Китая делают частые визиты в Гонконг, посещая крипторазработки. Ранее, в начале этой недели стало известно, что Гонконг планирует позволить розничным участникам осуществлять торговлю крупными криптовалютами, такими как биткоин и эфир. А спустя всего лишь несколько часов биржа Хобби сообщила о том, что получает лицензию для осуществления локальных операций в Гонконге. За последние несколько месяцев представители китайского офиса по связям были частыми гостями на криптособраниях в Гонконге. Местные криптоигроки в Гонконге отметили, что частые визиты официальных лиц из Китая определенно снимают всякие сомнения о том, что Пекин намерен сделать из этого региона криптохаб. И похоже на то, что Пекин планирует из Гонконга сделать тестовую площадку для криптоактивов, одновременно сохраняя полный запрет на материковом Китае. И пользуясь данной подсказкой, многие компании планируют вернуться в Гонконг после случившегося коллапса в 2021 году. Ник Чан, представитель Национального народного конгресса Китая, в интервью Bloomberg сказал следующее. Пока не нарушается основное правило по непредставлению угрозы финансовой стабильности Китая, Гонконг может свободно исследовать свои собственные интересы по принципу «одна страна – две системы». Грейскейл уверенно претендует на победу в деле против СЕК. Данный судебный процесс Грейскейл и СЕК является крайне важным для всего криптосообщества, и победа Грейскейл будет очень важным шагом. Данное судебное разбирательство, по причине того, что комиссия по ценным бумагам и биржам запретила Грейскейл Биткоин Траст создание ETF по спотовому биткоину, набирает все большие обороты. И основной фактор в этом заключается в том, что в настоящий момент дела складываются все более в пользу Грейскейл. Апелляционный суд округа Колумбия заслушает устные аргументы сторон 7 марта. И хотя Грейскейл уверена в результатах своей апелляции, выигрыш в данном деле станет очень крупной победой для всей криптоиндустрии. При этом юристы полагают, что если Грейскейл проиграет данное дело, то оно будет передано в Верховный суд США для того, чтобы иметь еще больше шансов на победу Грейскейл. Крейг Салам, главный юрист-консульт Грейскейл, поделился важной фразой из вступительного доклада. Главное, что SEC называла биткоин-фьючерсы ETF уязвимыми к двум теоретическим видам мошенничества или манипуляций. Первое – это неправомерные действия на фьючерсном биткоин-рынке, и второе – это неправомерные действия на спотовом биткоин-рынке. В то время как наказывая случайным образом спотовый ETF-рынок только лишь за одну уязвимость. И игнорируя данную реальность, комиссия приняла необоснованное решение, которое несправедливо дискриминирует имитентов в нарушении закона о биржах. Смотрите раздел 15 Кодекса США, параграф 78, что и запрещено по закону об административных процедурах. BlackRock выпускает тематический ETF по метавселенной. Компания становится последним имитентом в США, выпускающим тематический ETF, предназначенный для покупателей по всему миру и формирующий эволюцию метавселенной. И несмотря на то, что метавселенная находится всё ещё в зачаточном состоянии, данный феномен привлёк уже миллиарды долларов от технологических компаний по всему миру. В своём недавнем отчёте аналитическое агентство McKinsey сообщило, что к 2030 году совокупная годовая выручка метавселенной может составить 5 триллионов долларов. Евросоюз заинтересован в ускорении регулирования банковского криптокапитала. В настоящий момент ведётся активная работа по включению жёстких правил регулирования в отношении капитала банков, имеющих криптоактивы. Глобальный базельский комитет банковских регуляторов, состоящий из ведущих мировых финансовых центров, установил январь 2025 года в виде крайнего срока. Правила будут затрагивать капиталы банков, имеющих у себя на балансе криптовалюту либо стейблкоины. Согласно отчёту Reuters от 20 февраля, Еврокомиссия сообщила следующее. В настоящий момент банки имеют очень маленький уровень взаимодействия с криптоактивами, а также очень ограниченный перечень услуг, связанных с ними. А позднее добавив, банки проявляют интерес в торговле криптоактивами от лица своих клиентов, а также предоставление услуг, связанных с криптоактивами. Напомним, что правила по регулированию банковских услуг в сфере крипто всё ближе. Данная инициатива даст банкам больше ясности в отношении правил работы с криптоактивами и требованию к капиталу в целях минимизации рисков для своих клиентов. При этом готовый и действующий закон появится не ранее конца 2023-го. Евросоюз готовится развернуть всеобъемлющую криптоинициативу под названием МИКО, что означает рынки в криптоактивах, которую мы вряд ли увидим ранее, чем где-то в 2024-м. МИКО подверглась значительной критике за подрыв конфиденциальности. Дело в том, что она требует от криптобиши и криптокошельков предоставления всей информации о своих пользователях в целях предотвращения отмывания денег и уклонения от налогов. Очередной жертвой краха FTX стал криптохедж-фонд Galois. Расположенный в Сан-Франциско, криптовалютный хедж-фонд сообщил, что вынужден закрыть свою активность из-за последствий, вызванных коллапсом FTX. По информации Financial Times, Galois Capital, являющийся хедж-фондом, в управлении которого находится активов на 200 миллионов долларов, останавливает все свои торговые сервисы и закрывается. Компания, которой не повезло оказаться среди инвесторов FTX, сообщила о том, что ее капитал в размере 100 миллионов оказался запертым внутри обанкротившейся биржи. При этом Galois Capital заверила, что ее клиенты получат 90% своих денежных средств, которые на торговой площадке не застряли. Оставшиеся 10% будут распределены после того, как управляющие и проводящие аудит компании завершат необходимое обсуждение по этому вопросу. Также в списке компаний пострадавших от FTX оказалась и Midas Investment. В итоге компания сообщила, что также вынуждена закрыть свой бизнес. Распространяющееся негативное влияние от проблемы FTX также затронуло и некоторые очень крупные и известные компании. Крупнейшая мировая компания по управлению активами BlackRock, о которой мы недавно говорили, сингапурская инвест-компания Temasek, а также американский хедж-фонд Tiger Global Management оказались в этом списке пострадавших. Согласно данным Международной организации Совета по финансовой стабильности, созданного странами большой индустриальной двадцатки, многие стейблкоины не будут соответствовать стандартам, изложенным в его рекомендациях по регулированию криптоактивов, которые будут опубликованы позднее в этом году. Регулятор отметил, что рекомендации будут направлены на поддержание эффективных механизмов стабилизации и усиления права выкупа. Согласно официальному документу, опубликованному в этот понедельник, 20 февраля, данная организация полагает, что более жесткие правила имеют решающее значение для крипторынка, учитывая количество громких скандалов, которые потрясли отрасль в ушедшем году. И несмотря на то, что рекомендации еще не готовы, организация уже заявила, что многие из существующих стейблкоинов не будут соответствовать установленным стандартам высокого уровня, не говоря уже о подробных правилах, которые должны будут установить регулирующие и надзорные органы. По завершению работ Международный совет по финансовой стабильности будет координировать регулирование криптовалют, основываясь на принципе «та же активность, тот же риск, то же регулирование». Довольно интересные наблюдения и выводы сделал аналитик Олесио Растани вместе со своим гостем Чарли Бёртоном. Суть наблюдения и выводов, которые они сделали, заключается в следующем. Если посмотреть на прибыльность по годам внутри каждого президентского срока, то обнаруживается интересная закономерность. В определенные годы с заметной системностью прибыльность намного выше, чем в другие годы. При этом вероятность повторения такого события поднимается до уровня в 90%. Данную закономерность открыл в 2016 году аналитик Ли Болл из компании Чарльз Швеб. Давайте послушаем короткое видео, в котором Олесио Растани рассказывает эту историю. Проанализировав рыночные данные с 1933 года по 2015, было обнаружено, что в большинстве случаев третий год президентства совпадал с годом самых больших прибылей. Индекс S&P и в целом рынке показывали следующие финансовые результаты с разбивкой по годам. Внутри правления президентских циклов с 1933 года в первый год 6,7%, за второй год в среднем 5,8%, а среднее значение за третий год президентского правления среднее значение прибыли составило 16,2%, в четвертом году 6,7%. Если мы посмотрим на правый график, предоставленный из Иго Файнэншал, мы увидим более наглядные данные. Третий год внутри президентских циклов давал в среднем 16,2%, 16,3% прибыли, потенциальных прибыли. При этом вероятность такого сценария находится на очень высоком значении. Посмотрите, это третий год президентского цикла. Кроме того, если мы посмотрим на данные предоставленной компании Сентимент Трейдер Джейсона Геппорда, это очень интересно. Как вы думаете, где находится самый оптимальный момент? Оптимальный момент внутри третьего года президентского цикла находится в диапазоне с января по июль. То есть, согласно данным от Джейсона Геппорда, в интервале от января по июль обычно располагается самая большая сила. За это время индекс NASDAQ поднимался на свои максимальные исторические значения без падений, со средним значением в 24%, то есть прибыли были более 20%. Вот такие интересные выводы от Алисио Растани. И хотя статистика наукоубедительная, а факты не лгут, данную логику можно подвести и к стандартным 4-летним рыночным циклам, которые также, в свою очередь, не всегда повторяются в точности. Поэтому выводы делайте сами, а ответственные решения принимайте на свой страх и риск. И на сегодня это все новости. Надеемся, что информация была вам полезна и интересна. Желаем вам успешного трейдинга, замечательных выходных и до встречи в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова